В стране утвержден новый национальный стандарт безопасности, охранная деятельность, связанную с оказанием этих услуг, в том числе мер реагирования на сигналы техники. Критерии нового стандарта, но также ожидания рынка сейчас обсудим в нашей студии с экспертом. У нас в гостях Андрей Козеев, генеральный директор и управляющий компанией Цербер. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Добрый день. Спасибо большое, что уделили время. Вообще, хочется понять, для чего этот новый стандарт был введен. Что он позволяет? Действительно ли это новый уровень качества и требований? К сожалению, в последние годы, наверное, лет 5-6 уже, рынок охранных услуг и сама услуга деградируют стремительно. Уже дошло до того, что охранные услуги большинством охранных организаций по пульту, если говорить о охране, по национальности пульта охраны. Абсолютно большинство охранных организаций в пульту, например, декларируют услугу, ее обещают, но реальные услуги не выполняют по ряду причин. Ведущим предприятиям, которые дают качество, становится все тяжелее и тяжелее. Это качество поддержки, потому что обещания услуги 20-30 групп немедленного реагирования якобы, вооруженные, все это стоит, соответственно, денег, а их у многих предприятий нет. И себестоимость хорошей услуги, она, конечно, очень высока. Бороться с однодневками, у которых реальные услуги нет, нам становится тяжелее, и мы понимаем, что рано или поздно обрушение рынка приведет к катастрофе просто. Получается, что и текущий контроль недостаточен на этом уровне, что те компании, которые выигрывают подряды, не могут это обеспечить, что их недостаточно контролируют. Совершенно верно. Если смотреть по нашему законодательству, те законы, которые есть, тоже 44-й федеральный закон, качество влияет на выбор участника только на 40%, а цена на 60%. Поэтому, какие бы критерии мы не заложили сейчас в требования, в типовую документацию по пультовой охране и по физической охране в том числе, выигрывает цена. Кто ниже опустил цену, тот получил заказ. Это путь к деградации, к исчезновению интеллектуальной настройки, исчезновению качества. Ведь охранная услуга, если она абсолютно становится однотипной на всех объектах, рано или поздно становится легкой добычей преступности. Стандартные решения с нашей стороны, со стороны охранных услуг, такие же стандартные решения применяются преступниками и массово начинают трещать охраняемый объект. Мы видим угрозу всему рынку безопасности, нашим заказчикам. Мы стараемся влиять, как можем. Два года объединение работодателей продвигало национальный стандарт. Мы, конечно, эту кальку снимали сами с себя, повышенные условия качества обеспечивали. За два года появился наконец, Росстандарт принял этот национальный стандарт. И буквально месяц, как этот национальный стандарт, начали работать. А можете рассказать критерии этого стандарта? То есть кто, грубо говоря, подходит под эти ужесточенные требования, если их так можно назвать? Там требований, конечно, много. Я, наверное, наиболее значимый или те, которые для потребителя наиболее понятны, проговорю. Во-первых, требования появляются к самому автомобилю. Он должен быть на балансе предприятия, определенным образом оформлен, должна быть соответствующая экипировка и так далее. У охранников должно быть, начиная с радиостанции, охранников должно быть обязательно два, и с огнестрельным служебным оружием в группе немедленно реагирования. До этого требование закона было, что у частных организаций должно быть оружием, может быть, в вооруженной комнате лежать, и оно вроде бы соответствует всем стандартам. Сейчас по национальным стандартам оружие должно быть в группе немедленно реагирования. Охранники должны быть, соответствующим образом, экипированы, обучены, и у них должны быть в том числе радиостанции, что у нас вышло из обихода. В последнее время многие охранные фирмы стали пользоваться сотовым телефоном. А вы понимаете, что в трудную минуту, каждая секунда дорогая, и пользование сотовым телефоном, это, опять же, сказывается на качестве охранного услуга. Далее есть требования к дежурной части, есть требования к времени реагирования. Время реагирования теперь в населенных пунктах до 500 тысяч населения 10 минут, до не более 10 минут. Население миллиона и более миллиона, значит, не более 15 минут. Вот это так, сеть с Перми. С сельской местности до 30 минут и удаленные объекты до 1 час. Вот национальный стандарт задал параметры, что такое хорошо и что такое плохо. Теперь и пользователям ясно, что можно требовать от исполнительной услуги. Ну и рынку теперь всем охранным организациям понятно, куда нужно расти, куда стремиться и чему соответствовать. Что касается рынка, Андрей Геннадьевич, как можно сейчас оценить в целом положение на рынке Пермского края? Сколько вообще игроков рынка соответствует вот этим стандартам? Половина это грубая или большая часть, наоборот, меньшая часть? Я бы, наверное, сказал, что положение близко, уж извините, к катастрофическому, потому что единицы предприятий соответствуют вот этим национальным стандартам. В основном группа немедленно-реагентов, во-первых, без оружия, не соответствует заявленному количеству и по одному человеку. Массовые уже есть, не массовые, конечно, но множественные есть случаи, когда охранник, приезжая, один объект ничего сделать не может без оружия, и бывает и без лицензии, а еще и на такси даже ездит. И, значит, получают даже, в общем-то, по башке напинают еще те же самые преступники, которые он должен вроде бы задерживать. Тем более, это могут быть какие-то социальные объекты, и школы, и детские сады, может быть. К сожалению, наша услуга, она не очень видна, качество, вот люди, там, ответственные руководители от охранного бизнеса обещают потребителю хорошее качество, приезжают, рассказывают, убеждают. Вроде бы, заказчик верит долго, так как, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, там постучать по ценной породе дерева, что называется, да, преступлений, слава богу, не очень много, и у многих и за год ничего не происходит. И проверить качество услуги до того момента, как что-то случится, невозможно. Тем более, что услугу-то в основном ночью надо проверять. Днем ее можно каким-то образом, значит, демонстрировать, обозначать, а вот ночью, есть ли реальная услуга, и как работает тот же самый пульт, придет ли сигнал тревоги, как работают технические специалисты, как обучены охранники, есть ли то же самое оружие. Вот эти вопросы у среднего потребителя, они непроверяемы, остаются за скобками, и потребитель часто верит на слово заказчику. Что нужно сделать, чтобы большинство игроков рынка соответствовало этому стандарту? То есть, какие действия нужно сейчас сделать внутри региона, на уровне региона, что можно сделать? Как решить эту проблему? Сейчас заказчику нужно использовать этот национальный стандарт по пультовой охране. Всего лишь навсего в типовую документацию, в договорные свои задачи, в договоры нужно вставлять требования соответствия национальным стандартам. Это с одной стороны. И с другой стороны, есть хорошие экспертные, есть организации, которые могут проводить экспертизу. Это объединение работодателей Пенсового края, которое входит во всероссийскую организацию объединения работодателей ФКЦ РОС. Если в договорах и в типовой документации задать параметры контроля качества, и за какую-то небольшую денежку раз в квартал, например, прибегать к помощи экспертов объединения работодателей, то качество услуги будет абсолютно понятно. То есть два этапа. Первый – это контроль на входе, то есть включать чуть ли не в закупку обязательные требования. И второй – текущий контроль. Соответственно, ГОСТа прямо. И там же надо обязательно прописать право объединения работодателей на каком-то периоде проверку качества. Причем, по нашему опыту уже имеется, наш заказчик может сильно выиграть в денежках, если штрафные санкции прописаны. Условно говоря, нам за проверку платят 1 тысячу, а мы пришли проверить, нет групп, нет одного, другого, третий. Это прописано штрафные санкции, нет групп достаточного количества, нет оружия в группах, там не экипированные. За каждую есть штрафные санкции 5, 10, 15, 20 тысяч. В целом получается, что каждая наша проверка будет приносить нашему заказчику дополнительную выгоду. А что будет, если не сделать такое обязательное требование? Вы уже сказали, что ситуация катастрофическая, и в целом это сказывается на безопасности всех объектов, в том числе и социальных, не только коммерческих. Какая негативная картина? Вы видите какие-то последствия, если сейчас шагов не делать? Безусловно, видим на своей шкуре количество попыток проникновения на объектах стремительно растет. У нас достаточное количество групп, мы отбиваемся, но видим просто по статистике, что попытки нарастают. Понятно, что в первую очередь это влияет экономикой и экономической ситуации. Понятно, люди остались без работы. И вот в этой ситуации спираль преступности, она, конечно, начинает раскручиваться. Наша работа, это конечная, забор, так сказать. Вот самый последний пунктик, мы должны стоять на страже имущества и жизни, здоровья наших заказчиков. До нас вот эта вся экономическая составляющая, но мы на нее, к сожалению, влиять не в состоянии, за исключением, как вовремя платить зарплату нашим сотрудникам, чтобы они не составляли проблем. Таких же в будущем, потому что семьи кормить нужно всем. Вы, со своей стороны, насколько я понимаю, в кредитационный центр входите, с различными другими охранными структурами. Вы каким-то образом, как сейчас пытаетесь эту проблему решить? То есть, на каком уровне озвучить ее? Какие действия можно сделать здесь? Во-первых, есть союзное объединение работодателей, российское объединение работодателей. Вот следующую неделю всю мы проводим в Москве, снова собираемся. Там стандартно приглашаются различные руководители, причем очень высокого ранга. И на наших съездах, на наших совещаниях в Москве мы прописываем задачи, которые решаются уже нашим московским руководством, объединение работодателей. Это раз. Второе, мы создали консорциум охранных организаций. В этом году вот он состоялся. Крупнейшие охранные организации, участники вот этого объединения работодателей, которые мы знаем друг друга с 2000 года. Развиваемся одинаково, думаем одинаково. То есть, они в принципе соответствуют стандартам? Да, конечно, они все соответствуют этим национальным стандартам. Мы все согласовывали сначала между собой. И мы создали консорциум, который имеет теперь одно окно. Подписав договор с одной организацией, можно иметь услугу сетевую по всей стране. 78 регионов Российской Федерации уже подключены через консорциум к этой услуге. Поэтому, с одной стороны, мы влияем через объединение работодателей, через общественные организации. С другой стороны, мы создали коммерческий инструмент, который достойно может оказывать качественные охранные услуги. Мы говорим пока по пульту охраны. Хотя есть еще и вторая часть, физическая охрана. Но, наверное, мы сегодня не успеем. Да, не успеем уже. То есть, получается, что какую-то обратную связь. Мы на следующей неделе от вас, наверное, можем узнать, как отреагировали на ваши предложения. Вот этот текущий вход, текущий контроль и контроль на входе. То есть, на следующей неделе, возможно, что-то будет, какая-то обратная связь по поводу того, примут ли ваши инициативы. Услышат ли их, по крайней мере. Да, вот интересно то, что вот эти национальные стандарты уже в части регионов Российской Федерации заработали. Так же, как регион принимает или не принимает руководство. Так же, как и по типовой документации физ. охраны. В ряде регионов взяли на ура и начали работать с бизнесом. Что такое нормальная цена для первенского края? Войдет, не войдет, не знаем, просто подойдет. То есть, мы уже готовы их догнать и, в принципе, это можно взять чей-то успешный пример. Буквально полминутки остается у нас, Андрей Геннадьевич. Но это только бюджет. Если бюджета хватит, то, конечно, нужно это делать. С другой стороны, избыточное количество охранников не дает возможность. Это слишком много нужно бюджета. Нужно сокращать требования к количеству охранников на объектах. Спасибо. Ждем обратную связь, в том числе от власти. Спасибо за ваше мнение.